В эфире выпуск новостей. В студии Ксения Садова. Здравствуйте. О главных событиях уходящей пятницы расскажем прямо сейчас. Сегодня в регионе стартовали выборы. Они продлятся три дня. Жители Владимирской области голосуют за кандидатов в депутаты Госдумы и органы местного самоуправления. В регионе открыли 982 участка. Более чем половине из них ведется круглосуточная онлайн-трансляция. На остальных ход голосования снимают на видеокамеры с сохранением записей. Одним из первых сегодня на избирательный участок пришел губернатор Владимир Сипягин. О старте избирательной кампании расскажут мои коллеги. На часах в 8 утра на избирательных участках первые посетители. По одному целыми семьями или с коллегами Владимирцы голосуют активно, несмотря на раннее время. Потому что хотим, чтобы мой бюллетень никуда не ушел, чтобы я прогонсовала. На этом участке много пенсионеров и людей среднего возраста. За полчаса проголосовали 15 человек. Первой была Елена Дубровская. Я 20 лет работала сама на избирательных участках, поэтому я знаю эту кухню изнутри. Я считаю, что лучше проголосовать. Потому что я человек старой формации и вроде как не безразлична судьба будущего. В избирательной комиссии каждый знает свои обязанности и требования законодательства к проведению выборов. Процедура голосования длится до 20 часов. По истечении этого срока мы скрываем переносные ящики, достаем из них бюллетени, отправляем их в сейф-пакет и подсчитываем их уже 19 сентября. Компания проходит с соблюдением всех мер безопасности. Каждому избирателю вручают маску, а также индивидуальную ручку. За нашим участком закреплено 1745 избирателей, которые в течение трех дней будут голосовать и вне помещения, и здесь в помещении. Членам избирательной комиссии выдали спецхалаты, перчатки, маски и защитные экраны. Они признаются, что работать в такой экипировке сложно. Но эти меры – гарантия безопасности всех участников процесса. Приходят люди с хорошим настроением, особенно пожилые люди. Для них выборы как праздник, как я говорю. Встречаем всех с улыбкой и желаем всем хорошего дня. Голосование занимает всего три минуты. Наличие паспорта обязательно. Его достаточно показать члену комиссии на расстоянии. Одним из первых сегодня на избирательный участок пришел губернатор области Владимир Сипягин. Это ответственность, большая ответственность человека делать свой выбор, как я говорю, за того человека, которого ты голосуешь, за партию, которую ты голосуешь. А значит, ты еще раз говорю, голосуешь за будущее развитие своей страны. Чтобы выборы прошли максимально прозрачно, во Владимире открыли Центр общественного наблюдения. Здесь в режиме онлайн организована видеотрансляция. За ходом голосования следят не только камеры, но и наблюдатели. На каждом участке по четыре человека. Ну, восьмя часов не так тяжело сидеть, в принципе. Для гражданина важно, потому что мы, граждане Российской Федерации, должны в этом участвовать, как-то содействовать. Выборы депутатов в Государственную Думу и органы местного самоуправления во Владимирской области будут проходить три дня, включая воскресенье. Ровно в 20.00 19 сентября члены комиссии закроют все избирательные участки в регионе и начнут подводить итоги. Наталья Забнина и Олег Маньков. В следующем году жителям региона продолжат выплачивать субсидии на оплату коммунальных услуг. На это по предварительным расчетам потребуется 100 миллионов рублей. Деньги выделят из областного бюджета. Во Владимирской области жилищную субсидию получают семьи, у которых расходы на оплату услуг ЖКХ превышают 22% от дохода. Одинокие пожилые люди могут получить компенсацию, если плата за коммуналку выше 18%. Заявление на получение субсидий можно оформить в отделениях соцзащиты населения, по месту жительства и в офисах МФЦ. Документы принимают и онлайн на портале госуслуг. Администрация города Коврова провела оценку помещений в сгоревшем доме по улице социалистической. На выплату компенсации для собственников потребуется почти 62 миллиона рублей. Мои коллеги выяснили, в каких условиях сейчас живут люди и какую помощь им оказали власть и соцслужбы и обычные жители города Коврова. Подробности далее. Михалу и Татьяне Тюриным приходится начинать жизнь с нуля. В их комнате сгорело все. Женщина успела взять только паспорта. Сегодня погорельцам помогают всем миром. Подарили гладильную доску, сушилку для белья и одежду. Семью на время приютили родственники. Это все друзья помогали. Кто-то покупал, со мной вместе ходил. Кто-то так приносил. Ну вот, как бы вот так. Зимних вещей вообще нет. Это в соцзащите мы взяли, которые вещи нам подошли. Мужа Татьяна не признают пострадавшим. У него нет прописки. Администрация подготовила исковые заявления, чтобы через суд таким погорельцам выплатили компенсации за утрату имущества первой необходимости. Своим горлом все зарабатывали, зарабатывали. Все прямо так рухнуло. И теперь, понимаете, вот это все обратно все тянуть. Это просто не представляем как это. Будет тяжело. Вот сейчас даже стирали машину, мы даже не можем купить. Татьяна Чернышева вынуждена снимать комнату в общежитии. Обстановка аскетическая. Полки пустые. Из имущества почти ничего не сохранилось. В будущем у меня предстоит покупать, считайте, холодильник, диван, кухонный гарнитур. Ну вот все такое вот. Ну кроме посуды. Посуду я сохранила. На этой маленькой кухне Татьяна готовит еду. В общежитии ее приняли как родную. Люди помогают во всем. С соседями мне здесь очень повезло. Очень помогают. Вот. То есть и так вот посудами, посудой вот всем. И так вот. Ну как по-соседски. 3 августа без крыши над головой остались 186 человек. Екатерина Толстого, старшая по дому, именно ей пришлось успокаивать соседей и вести диалог с чиновниками. Людям требовалась помощь во всем. Пожар был очень сильный, страшный. Пожарные не могли справиться. Вот. Ну, очень было тяжело все это видеть. Материальную поддержку люди получили от управления соцзащиты. Деньги выделила и администрация города за аренду жилья. Мэрия выплачивает компенсации. Семьям до трех человек. 5,5 тысяч рублей. Остальным почти девять. Погорельцы получат деньги из-за утраченное имущество. Было проведено комиссии. Несколько комиссий по признанию граждан пострадавшими и выплатили им материальной помощи, компенсации за утрату имущества первой необходимости. 65 человек было принято пострадавшими. Общая сумма компенсации составила 4 миллиона 100 тысяч рублей. Дом номер 10 по улице Социалистической признали аварийным. Здание законсервировано и находится под охраной полиции. Доступ туда запрещен. Граждане, которые там проживали, все, кто хотел, свои имущества забрали. И в настоящий момент уже туда никого не пускаем. Администрация провела оценку помещений. Средняя стоимость квадратного метра 36 тысяч рублей. Общая сумма компенсации составит почти 62 миллиона. Средства выделит администрация области. Как только деньги поступят на счета погорельцев, они смогут купить новое жилье. Ирина Начарова, Лариса Янковская и Дмитрий Шаталов. В администрации региона разрабатывают проект благоустройства сквера имени 75-й годовщины со дня основания Владимирской области. Новый объект появится за зданием Белого дома на месте фонтана и прилегающей к нему территории. Решение о создании общественного пространства было принято два года назад в честь юбилея области. Специалисты уже обследовали фонтан, который построили еще в 80-е годы. По проекту его планируют сделать овальной формой с подсветкой в темное время суток. Кроме того, в сквере появится павильон точки роста, где будут проводить конференции и размещать выставки. Также мы хотим ввести сюда интерактивную карту Владимирской области, где, в общем-то, можно будет, предполагаем, сенсорная она должна быть. Путем нажатия на экран мы можем отправляться в любой город Владимирской области и получать информацию непосредственно с экрана о истории города. На совещании обсудили и вопросы размещения памятника Андрею Боголюбскому. Он будет установлен на улице Мира между зданием областной администрации и арбитражным судом. Территория находится в городской собственности, поэтому мэрия должна провести конкурс на лучший проект памятника в срок до 1 декабря. Необходимо будет определиться с финансированием, прежде всего, проектно-сметной документации. Администрация города уже обсуждала с нами вопросы финансовой поддержки этого объекта. Мы, кстати, хочу подчеркнуть, регулярно направляем городу Владимиру межбюджетные трансферты в интересах жителей. Поэтому я абсолютно уверен, что этот вопрос тоже решаем. Но, конечно же, он появится у нас тогда, когда будет четкое понимание информации о стоимости работы. Во Владимире завершается строительство развязки на улицах Чапаева и Спиранского. Дорожники уложили в финальный слой асфальта. Кроме того, здесь уже установлены ограждения и завершается благоустройство территории. Безопасности на новом объекте уделили особое значение, говорят в мэрии. По проекту на развязке Чапаева и Спиранского сделают три нерегулируемых пешеходных перехода. Дополнительно обустроят островок безопасности в районе дома номер один по улице Спиранского. По всему периметру всей развязки будут пешеходные тротуары, которые будут от проезжей части отгорожены барьерным заграждением в целях безопасности пешеходов. А также там, где с другой стороны от дороги, от тротуара, ну тротуар граничит там с оврагами и так далее, там будет перильное ограждение. Они частично уже установлены, частично устанавливаются. Строительство нового дорожного объекта заняло два года. Его стоимость свыше 107,5 миллионов рублей. Средства поступили из городского бюджета. Срок окончания работ – конец октября. Рядом с домом по проспекту строителей местные жители установили бетонные блоки. Теперь к зданию не может подъехать пожарная техника и скорая. Насколько это законно, разбирался мой коллега Игорь Липский. Это видео прислали в редакцию обеспокоенные владимирцы у дома номер 16. По проспекту строителей стоит машина скорой помощи. Путь ей перегородили бетонные блоки. Медики теряют драгоценные минуты и сдают назад, чтобы выехать. Бетонные блоки появились здесь несколько недель назад. Теперь автомобилистам приходится искать пути объезда. Жильцы пятиэтажки говорят, что установка блоков – это их коллективное решение. Так, люди борются с водителями, которые используют их двор как сквозной проезд. За эти блоки, потому что ночью спать невозможно. Машины едут, вот здесь вот есть колодец, они едут по нему и стучат. И мы просыпаемся, невозможно спать. То есть тишины нет. Рядом с домом расположен крупный торговый центр на цокольном этаже – строительный магазин. Сюда, по словам жильцов, постоянно приезжают большегрузы с товаром. Люди говорят, они устали ремонтировать разбитую дорогу. Вот эта яма заделывалась за счет жителей дома 250 раз. Большие и большие грузы, представляете, фура, приезжает разгружаться при домовой территории. Вот эти столбики были установлены, чтобы не заезжали машины. Сломаны транспортом. Это видео сняли жильцы. Пятитонник разгружается прямо под окнами многоквартирного дома. Из-за бетонных блоков теперь машина не может подъехать прямо к магазину. Руководство строймагазина утверждает, раньше проблем с жильцами никогда не возникало. Теперь компания терпит убытки. Поскольку текучки у нас, у товара не очень такой большой, у нас небольшой магазин. Поэтому и товар к нам приходит, ну не так часто, скажем так. И не целый день, чтобы это было прямо машина за машиной, машина за машиной. Найти компромисс с жильцами у руководства магазина не получается. Каждый диалог переоставит в конфликт. Бетонные блоки разделили коммерсантов и их соседей на два враждующих лагеря. Это ваша территория. Их вот эта маленькая полосочка. Поставьте везде забор. Вокруг своей территории. А вот мы поставили. И никого сюда не пускайте на свою территорию. Не поставили. На проспект строителей выехали сотрудники МЧС. Они считают, что бетонные блоки установлены здесь незаконно и создают реальную угрозу в случае ЧП. При условии возникновения пожара данный факт будет являться усугубляющим в плане тушения. Это подъезда непосредственно к возгоранию, а также эвакуации людей в случае возникновения пожара. В ближайшее время сотрудники МЧС организуют внеплановую проверку. Нарушители привлекут к административной ответственности. Жильцов многоквартирного дома обяжут незамедлительно убрать незаконный блок-пост. Игорь Липский, Дмитрий Шаталов и Дмитрий Монапов. Завтра во Владимире полностью перекроют музейную. В центре областной столицы состоится фестиваль, посвященный истории и жителям улицы. Движение всех видов транспорта будет ограничено с 9 утра до 6 вечера на участке от улицы Подбельского до Володарского. Объезд транспорта организуют по Комсомольской и Воровского. Гостей фестиваля ждет концерт, мастер-классы, лекции и чаепитие. Лук, картофель и морковь. Стандартный борщевой набор от производителей можно купить на сельхозярмарках во Владимире. Две точки открылись в спальных районах областного центра на этой неделе. Стоит ли покупать в них овощи или дешевле запастись продукцией из магазина? Наш корреспондент Елена Павлова поинтересовалась мнением покупателей. 35 рублей за килограмм картофеля из Тамбова и столько же за лук из Ростова. Овощи на ярмарку продавец привозит каждый год. В своей продукции он уверен, уже есть постоянные покупатели. Тон уже, можно сказать, проданы. Три тонны всего лишь было. Первый день, так дальнейшее у нас поставки есть. Выбор будет большой, 5-6 сортов. Сейчас в данный момент наличие скарфа. Дальнейшее будет скарлет, редскарлет, гала будет, королева Анна. Очень хорошая картошка она тоже будет. По словам фермеров, это лето стало неурожайным из-за засухи. Поэтому цена на овощи выше, чем в прошлом году. В прошлом году мы гектары собрали 25 тонн, а в этом году гектары собираем 5 тонн, 6 тонн. Очень слабо. Картошка торчена. Ну, в сторону Иванова едет, там торчена. У нас свои, у меня с туроком мы сажаем, фермерская хозяйственная. Сейчас пока продаем 30 рублей. Высокая стоимость некоторых покупателей не останавливает. Местная продукция на сельхозярмарках для них лучше, чем в магазинах. Очень дорогая картошка. В том году была 18-22 рубля. В этом году 30-45, сказал, будет. Еще через месяц, полтора, еще дороже будет. Все равно сюда приду покупать. Да, но покупать, наверное, буду местную торчена Суздальского района. Тем более, что в супермаркетах цена не сильно ниже. Картофель можно купить от 27 до 30 рублей за килограмм. Фасованные в сетке овощи будут стоить от 35 до 45 рублей. Зато почти 11 рублей можно сэкономить на луке. Лук у нас по 24 рубля и по 36 за килограмм в сеточке. Но для большинства покупателей экономия даже в 5 рублей весомая. Поэтому за борщевым набором они пойдут в сетевой магазин. Там год, а там пенсионерам скидка в определенное время. Сельскохозяйственные ярмарки-выставки находятся на улице Юбилейной возле дома 62 и у дома номер 15 по улице Василисина. Их открыли дополнительно к торговой точке на Батурино, который работает с 1 июля. Что важно, вся продукция на этих ярмарках проходит проверку в Российскоснадзоре и Центре ветеринарии. То есть продукция проверенная и в продажу идет только та, которая реально не представляет никакой грозы для жизни, здоровья горожан. Главная цель таких ярмарок, чтобы у жителей появилась возможность купить овощи напрямую у фермеров. Они будут работать во Владимире до 14 ноября. Елена Павлова и Дмитрий Шаталов. И к другим темам. Владимирский драмтеатр должен получить не только отремонтированное здание, но и свой фирменный стиль, считает организатор общественного движения Владимир Будущего. На следующей неделе в рамках форума «Урбан-фест» общественники вместе с дизайнерами будут обсуждать, каким может стать новое лицо драмтеатра. Для участников встречи проведут экскурсию и расскажут об истории учреждения культуры. Организаторы проекта надеются, что во время ремонта в театре будут реализованы самые креативные идеи. Мы решили, что это, наверное, может быть таким свежим интересным экспериментом, интересным самому театру, потому что на площадке театра объединятся ряд дизайнеров из другого региона, объединятся наши дизайнеры. И таким мозговым штурмом предложат какие-то идеи для дальнейшего развития в фирменном стиле театра. Причем здесь речь идет и о позиционировании театра в социальных сетях, и о фирменном стиле сайта, и о фирменном стиле всей рекламной продукции, от афиш до больших баннеров театральных. То есть некое узнаваемое лицо театра с точки зрения дизайнеров. Во Владимире выпустили первую «Доброкарту». Она создана в рамках благотворительного фестиваля «Добрый Владимир» при поддержке фонда президентских грантов. На ней отмечено 40 самых активных некоммерческих организаций, а также собрана вся необходимая информация для будущих волонтеров. И даже указаны контакты социальных предпринимателей-благотворителей. Тираж печатной карты всего 300 экземпляров. Ее можно получить бесплатно 26 сентября на третьем благотворительном фестивале «Добрый Владимир» или посмотреть на сайте. Почему в этом году мы решили сделать печатный вариант? Для того, чтобы любой житель нашего города мог открыть, посмотреть, заинтересовавшись, зайти на сайт и посмотреть, и оценить свои возможности, помощь, которую они могут оказать. А возможны будут те люди, которым нужна помощь, и они будут знать, куда обратиться. Владимирская областная федерация карате проводит Дни открытых дверей. С 17 сентября до 1 октября все желающие смогут посетить любой из 11 залов по Владимире, Кольчугине и селе Старый двор Сузыльского района. Всего во Владимирскую областную федерацию входит 8 клубов. В них занимаются около 500 человек. Бесплатные занятия – это возможность попробовать себя в роли каратистов и понять, нравится этот вид спорта или нет. Карате, оно вообще в первую очередь укрепляет дух. То есть это образ жизни. Если вы посмотрите на наших каратистов, то это все, в первую очередь, самодисциплина, здоровье, физическая активность. И все спортсмены нашей федерации, они все активно очень занимаются. Мировая федерация карате насчитывает более 120 стран. А летом этот вид спорта впервые включили в Олимпийские игры. Владимирские клубы поддерживают перспективных спортсменов и готовят их к различным соревнованиям. Отдать ребенка на карате можно с 4 лет. Расписание открытых занятий опубликовано на официальном сайте организации. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Если вам есть чем поделиться или нужна наша помощь, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. А я с вами прощаюсь. Наш шифер продолжит программу «Здесь и сейчас». Ее ведущий Владимир Михайлов уже в студии. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер, Ксения. О чем будете говорить сегодня с гостью? В Владимирском театре кукол стартовал фестиваль «Золотое колечко». Сегодня об этом и поговорим. Сегодня об этом и поговорим.